В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В торжественной обстановке открыли альтернативный выезд из микрорайонов Зеленой аллеи имени Полис Дивное на федеральную трассу М4 Дон. В Ленинском городском округе проходит неделя доброты и щедрости. Данной акцией доброты и щедрости приняли все ученики, учителя и родители нашей школы, за что мы очень им благодарны. В историко-культурном центре состоялась презентация новой книги руководителя театральной студии «Художественное слово» Андрея Коршунова. В торжественной обстановке открыли альтернативный выезд из микрорайонов Зеленой аллеи имени Полис Дивное на федеральную трассу М4 Дон. Протяженность трассы всего чуть больше километра, но она позволит значительно сократить время в дороге для тысяч автомобилистов. На мероприятии побывал Максим Козлов. Всего километр 200 метров, но как долгожданно они были для жителей микрорайона Зеленой аллеи. Да и в ЖК Дивное сити, которые только возводятся, новоселы будут въезжать куда охотнее. При проектировании, которое начиналось в 2020 году, предусмотрели и вынос газовых сетей, замес администрации мы проработали ремонт водовода на участке строительства дороги. И в итоге в 2021 году мы построили дорогу раньше, чем выводим жилые дома. Эта дорога решит проблемы не только жителей новых микрорайонов, но и всего видного. На выезде из города по Старонагорной улице станет куда свободнее. Когда стояла Старонагорная, мы могли по два часа выезжать из нашего ЖК буквально 200 метров, потому что для нас это был целый квест. Мы действительно выехать не могли. А открытие вот этой дороги, допустим, если мне нужно поехать в старую часть города, я уже не буду стоять в пробке, которые едут в Москву, а не поедут по этой новой дороге. Дорога построена в рамках трехстороннего соглашения между застройщиками и администрацией муниципалитета. Реализация этого проекта – хороший пример для других строителей новых микрорайонов, которые не всегда в срок выполняют свои обязательства. Я считаю, что нужно во взаимодействии с жителями, с муниципальными властями, нам помогает в этом и глава, естественно. То есть постоянно контролить, держать на контроле ситуацию с строительством и по-доброму торопить, бодрить застройщиков и строителей. Но работы над развитием транспортной инфраструктуры еще много. Необходимо открыть еще один выезд на трассу М4 Дон из шестого микрорайона. Да и на этой дороге надо доделать мелочи. Уже договорились с нашими отраслевыми специалистами, что посмотрим, как она будет загружена сегодня. На мой взгляд, она больше будет работать на въезд, но коллеги со мной поспорили. Посмотрим. Есть здесь еще вопросы с освещением, и их надо дотягивать. Что касается что у микрорайона, то работы строительно-монтажные завершены. Сейчас оформляются бумаги, и до конца года мы тоже откроем выезд на М4 Прямой. Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Вот уже несколько лет в Ленинском городском округе проходит неделя доброты и щедрости. В этой благотворительной акции принимают участие представители малого и среднего бизнеса, коллективы школ и детских садов, а также просто неравнодушные люди, кто может и хочет оказать помощь нуждающимся в этом жителям. Первых волонтеров, что привезли все необходимое для местного отделения Всероссийского общества инвалидов, встречала наш корреспондент Галина Житкова. Около 50 коробок с продуктами, одеждой и товарами первой необходимости привезли ребята из средней школы номер 10 для членов местного отделения Всероссийского общества инвалидов. Волонтеры не первый год помогают и считают себя добрыми друзьями особенных детей. В нашей 10-й школе есть волонтерский отряд «Десяточка», где принимают участие ученики с 7 по 11 класса. Данной акцией доброты и щедрости приняли все ученики, учителя и родители нашей школы, за что мы очень им благодарны. Инициативу учеников и родителей школы поддержали в территориальном отделе 6-й микрорайон. На выделенном транспорте все собранные коробки были доставлены по знакомому адресу – улица Советская, дом 3. Наш террорайон не ограничивает всегда на акции. Мы на протяжении всего года помогаем жителям, которые оказались в сложной ситуации. Предприниматель Андрей Макалкин уже давно считается одним из самых верных друзей организации. И в этот раз пришел не с пустыми руками. Вместе с сыном Максимом они привезли и установили на кухне современную плиту. После ремонта, как сделали общий инвалидов, ремонт, подарил им кухонный гарнитур и новую плиту сегодня привез. Отличная, современная. Да, конечно. Самое лучшее, чтобы могли здесь они собирать какие-то свои праздники, готовить, печь. Члены общества инвалидов уже планируют совместные посиделки с пирогами и другими вкусностями. Встречать предстоящие праздники будет гораздо приятней, ведь забот станет намного меньше. Уже несколько лет эта акция у нас проходит в нашем округе. Это замечательная традиция. И она нам показывает, что рядом с нами очень много неравнодушных людей, которые готовы помогать тем, кто в этом нуждается. Конечно, подарки любят получать все. Но с особым нетерпением их ждут младшие члены общества. Я у Деда Мороза попросил экскурсию в полицию, в настоящую. И это обязательно будет. Я там буду ходить в полиции, по-настоящей там, в отделение. И буду кататься на полицейской машине, на настоящей. Вот так исполнится моя мечта. У меня уже есть свой костюм полицейского. В обществе инвалидов разбирают подарки и ждут в гости новых друзей. Ведь для доброты и заботы нет сроков давности. В любой день можно прийти и порадовать своим вниманием тех, кто в этом нуждается. И в продолжении темы. Лобанова Светлана в среду нам привозит хлеб. Одиноким, малоимущим. Мы очень ей благодарны. И поэтому мы хотим сказать спасибо, спасибо, спасибо. Здоровья ей большое. Историю о бесплатном хлебе передают по городу по сарафанному радио. Каждую среду у дома номер 7, корпус 2, по проспекту Ленинского комсомола волонтер привозит 16 видов свежих хлебобулочных изделий прямо с завода и раздает малоимущим пенсионерам. Выдают хлеб раз в неделю. И выдают даже подругам, которых нет, она выдаёт и подругам. Все очень благодарны ей. Это очень хорошее подспорье пенсионеру. Бесплатный хлеб. Спасибо. Моя волонтерская деятельность не только на хлебе. То есть мы привозили им и продукты, и арбузы, дыни, и виноград. Вот недавно мы раздавали кукурузу, потом капусту, то есть морковку. Ну, всё, что у нас есть, то, что мы достаем, мы раздаём бабушкам. Стоит отметить, что героиня нашего сюжета помогает не только старшему поколению. Светлана организовывает сбор необходимых вещей и передаёт в детские дома, которые расположены в разных уголках страны. Я снимаю гараж, занимаюсь там гуманитарной помощью вещами, я отсылаю в детские дома, в хосписы. Вот сейчас здесь машина стоит из хосписа, из Домодедова. Мы сейчас их тоже будем загружать. Волонтерскую деятельность Светланы Лобановой оценили и на региональном уровне. Видновчанка в 2020 году стала лауреатом губернаторской премии «Наше Подмосковье». В Подмосковье продолжается голосование за лучшего детского и взрослого доктора. Оно проходит на портале «Добродел», где представлены абсолютно все врачи региона. Сегодня мы хотим рассказать о хирурге Виктории Жиронкиной, которая, по мнению своих пациентов, творит чудеса. Как это у неё получается, расскажет Юлия Погасьян. О том, что медицина – это её призвание, Виктория Жиронкина поняла в тот момент, когда пришлось столкнуться с тяжёлой болезнью близкого родственника. Постоянные нахождения в больнице и понимание поставленного диагноза дали дополнительный стимул для принятия судьбоносного решения. Виктория поступила в медицинский университет, затем в ординатуру. Своим направлением выбрала детскую хирургию. Хирургический профиль – это достаточно такая широкая специальность, потому что хирург должен быть и хорошим диагностом, и лекарем, и скульптором. Дети – это вообще моя любовь, это отдельная тема, потому что ты заряжаешься от них искренностью, позитивом. Дети очень стойкие, они хорошо переносят и боли, они более героически настроены на выздоровление. С 2018 года наша героиня трудится в Видновской районной клинической больнице. На время пандемии плановые операции выполняет в третьем хирургическом отделении, что в Расторгуеве. Молва о чудо-докторе по округу разошлась быстро. Многие родители считают, что только Виктория способна правильно поставить диагноз и вылечить их ребенка. Дети же своему врачу доверяют, и это для нее лучшая оценка. У меня болела спина, я не могла сидеть. Срочно обратились к хирургу, и вот так мы познакомились с сектой Константиновной. Как человек, как доктор она очень хорошая. Всем советую ее. Виктория постоянно учится и повышает квалификацию. Считает это неотъемлемой частью профессии врача. Я участвую в разных конкурсах. В 2018 году я подала заявку в фонд «Подари жизнь». Выиграла, и мне дали возможность путевку два месяца стажироваться в онкологическом центре Димы Рогачева в хирургическом отделении. Это колоссальный опыт. Также и здесь наше руководство поддерживает нас. В принципе, все наши желания. Самое главное, чтобы оно было по мере возможности поддерживается. В прошлом году Виктория Жиронкина стала лучшим детским врачом Ленинского округа. Она набрала наибольшее количество голосов в рамках областного конкурса «Народный доктор». В этот раз наша героиня тоже участвует в проекте. Отдать за нее свой голос можно на портале «Добродел». Времени остается совсем мало, а двор ведущих врачей региона завершится 1 декабря. Юлия Погасян, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видно этого. «Силуэты на полях» – так называется новая книга преподавателя и руководителя театральной студии «Художественное слово» видновской школы номер 7 Андрея Коршунова. Более трехсот новых и уже известных стихотворений о жизни, детстве, любви и природе вошли в сборник, презентация которого состоялась в историко-культурном центре. «Воображение поэта рисует часто на полях людей, предметов силуэты, инициалы, инициалы, инициалы». Всего лишь год прошел с выхода книги «Вершки и корешки» преподавателя и руководителя театральной студии «Художественное слово» видновской школы номер 7 Андрея Коршунова. И вот увидел свет его новый поэтический сборник «Силуэты на полях». «Я пишу довольно много, как говорил классик, ни дня без строчки, и поэтому у меня накопилось достаточно большое количество стихов. Я из первой книги взял стихи и новые стихи, объединил их в разделы тематические и издал новую книгу». Силуэты на полях могут похвастаться необычным оформлением, которое автор разработал совместно со старшей сестрой своей ученицы, дизайнером Ксенией Сидельниковой. Книга стилизована подшитой ученической тетради, рисунки на полях из архива автора. Есть также и пустые странички на случай, если читатель после прочтения стихотворений сам захочет что-то зарисовать или записать. «Это Пушкин с его рисунками на полях и поля, которые вечерние поля, цветаевские. И я подумал, что как было бы здорово объединить смысл литературного труда и эмоционального». На презентации книги пришли друзья и коллеги поэта, а также его ученики и их родители. Воспитанники театральной студии вдохновенно читали свои любимые стихи из сборника. «А нам еще так мало лет! Все заросли для нас гиганты! Стекляшки в бусах, бриллианты, в руке коряга пистолет!» Не удержались и прочли несколько стихотворений со сцены и взрослые гости презентации, а также сказали немало теплых слов в адрес самого автора. «Вот у Андрея Валерьевича все просто и понятно. Вот даже для детей мы читаем его стихи и понимаем все эти детские эмоции, счастье, грусть, разочарование. И он вообще очень хороший человек». «Мне нравится подход к Андрею Валерьевичу, как он организовывает детей, какие он сценарии подбирает. Он каждому индивидуально, не просто так дает стихотворение или какую-то роль в спектакле. Он смотрит на ребенка, он видит его душу и понимает, что ему подойдет. И, конечно, это не просто творчески, это профессиональный подход». Тираж у книги небольшой, всего 100 экземпляров, но автор признается, она не последняя. В ближайших планах также издать сборник авторских сценариев, которых за время работы накопилось великое множество. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видно этого. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok